Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Грув, и я рад приветствовать вас на теста топовых колод, эпизод номер 5. Вот уже как почти месяц мы уже этим занимаемся. Раз в неделю я выпускаю видео теста топовых колод, и именно вы можете повлиять на выход следующего видео. Каким образом? Каждый сотый лайк приближает выход видео на один день. То есть, грубо говоря, я уже много раз объяснял, ну, если 100 лайков набирают видео, то на день раньше, то есть через 6 дней выйдет следующее видео. Если будет больше, соответственно, 200 лайков через 5 дней, 300, через 4 дня. Уже давно у нас, кстати, по 300 лайков набирает каждое видео, поэтому видео выходит раз в 4 дня, мне это очень приятно, и я рад для вас делать эти видео. Сегодня у нас на повестке дня контроль воин вот в такой вот сборке. Две казни, два мощных ударщита, щитом можно, конечно, про синергию этих карт не говорить, но я скажу немного. Хорошо комбится защитница вместе с мощным ударом щитов для ремовала любого существа. Казни хорошо комбится вместе с надсмотрщиком, убираете любое существо, которое хотите. Мастер брони против агро лучше оставлять стартовую руку, против таких колод, как, например, друид, наверное, я думаю, будет не самый лучший выбор для стартовой руки. Хотя, давайте подумаем, если друид будет тянуть игру до долгой стадии, в принципе, мастер брони вначале зайдет хорошо. Против паладина хороший выбор мастера брони, против паладина еще классно взять укус смерти, потому что он призывает этих 1-1 много существ, поэтому предсмертный хрип вот этого оружия будет как-никак кстати. Огненная секира против всех агро зайдет вообще классно, берите ее, оставляйте в стартовой руке, будет очень круто, если вы ее используете. Оно заремовывает почти что каждое существо, которое будет использовано в ранней агрессии, поэтому оставить огненную секиру можно. Так, дальше надсмотрчик сказал, блок щитом, также хорошо комбится с мощным ударом щита, плюс вы добираете карту служитель боли, комбится с предсмертным хрипом укуса смерти и также комбится с злым надсмотрчиком. Потасовку, потасовку лучше оставить против раш колод, когда вам нужно будет как-нибудь заремовывать то огромное количество существ, которые выставил ваш оппонент, поэтому потасовку я даже думаю против зулока и хендлока лучше оставить в стартовой руке, ну так даже и написано в гайде, который предоставил мне сайт монокост и видео, которое будет прикреплено к этому гайду, поэтому читайте этот гайд и обязательно смотрите видео. Это, я думаю, будет немножко показательно. Бомбометатель в количестве двух штук добавлен в этой колоди, как-никак не зря бомбометатель уничтожает почти что любое существо, которое будет использовано против вас в агрессии, например, тем же зулоком или же хантом, которых сейчас очень много в текущей мете. Поэтому в количестве двух штук бомбометатель будет как-никак кстати. Харрисон Джонс шикарно зайдет против Джараксуса, против любого оружия Паладина, даже против того же оружия 1-4, который при этом вам даст 4-3 карты, так что Харрисона Джонса в стартовой руке лучше, конечно, не оставлять, но он здесь зайдет шикарно. По поводу защитницы мы уже сказали, отлично, шестой дроп, 5-5 плюс 5 брони, вообще шикарно. Плюс замечательный комбо с мощным ударом щита, Сильвана Ветрокрылая, Ветрорылая, Сильвана Ветрокрылая, но это крутой, крутой шестой дроп, плюс в этой карте в том, что вы спокойненько себе можете забрать существо противника. Ну, хочется заметить, что лучше, конечно, умно выставлять это существо, потому что иначе ваш оппонент может спокойненько на нее разменяться, лучше в этих ситуациях не выставлять, просто так Сильвана Ветрокрылая на пустой стол. Лучше ее поставить, когда у оппонента есть какие-то существа, которые вы хотите забрать, поэтому она тогда сыграет как-никак кстати. Крововый бой, вой точнее, можно использовать как и летал, как и ремовал существ, поэтому как дополнительное оружие будет вообще шикарно, особенно в лейте будет классно его использовать. Доктор Бум, крутая новая легендарка, GVG, спокойно используется во всех колодах и нашла свое применение и в этой колоде, это замечательная карта. Громашадский крик летал, воина, Рагна тоже существует в этой колоде как и зачистка, и летал. Хорошая комбо через Ликстразу, можно снизить ХП противника и добить потом на следующий ход через Громаша и, скажем, ударом по голове с помощью укуса смерти. С помощью хендлока, я думаю, стоит оставлять себе в колоду опытного охотника в стартовую руку, поскольку заремовывать гиганта будет вообще классно. Железноклюв тоже хорошо пойдет для ремовала драконов, который выставляет хендлок. Ну, собственно, вот такая колода, больше о ней говорить нечего, все уже знают всех контроль воинов. Вот такая сборка новая, которая попала в тест топовых колод, и сегодня я сыграю этой колодой пару-тройку десятых. Нет, пару-тройку, конечно же, игр. Посмотрим, как она себя покажет. Как всегда, делаю оценку колоды по трём категориям. Ставлю общую оценку, ставлю уровень везения и ставлю уровень фана от 1 до 5 баллов в зависимости от того, как колода себя покажет. Естественно, чем ниже уровень везения, я уже который раз говорю, но всегда ошибаюсь, чем ниже уровень везения, тем колода лучше. Потому что вам не надо будет топдекать и так далее и тому подобное. Уровень фана... Чем выше уровень фана, тем веселее колода. Я тоже ставлю это сугубо, мое личное мнение. Итак, на часах 8 января, погнали, погнали, контроль воин. Сегодня тест топовых колод, эпизод номер 5. И против меня сразу же выходит... Сразу же выходит друль. Рагну я отправлю лесом, опытный охотник мне тоже в стартовой руке не нужен. И мощный удар щитом я тоже отправлю мастер брони. Ну, это была единственная лучшая карта. Бомба-метатель против... Против друида будет... Будет хорош. Хорош, так было написано в гайде, я буду... Я буду этому верить. Но, к сожалению, вот это вот... О, два озарения. Вы чё? Издригатель слизи? Воу. Потратить два озарения на издригателя слизи? Может, мастера брони лучше под... Давайте мастера брони поставим. Тем более, что можно стакаться. И он, скорее всего, потратит смену облика, чтобы добить мастера брони. А я за две маны что-нибудь поищу получше здесь. И смена облика... Да, будет добивать. Я беру два... Две брони. Себе. А, нет, по лицу. Под лицу, по лицу. Всё, пошло. А что же мне тут надо? Казнь надо. Либо надсмотрчик. Надсмотрчик это хорошо, но... Если я сейчас бафну... Если я бафну мастера брони, то будет всё прискорбно. Сейчас я отключу вот эту вот штуку. Он слишком громко орёт. Так, итого. Бафать армора или надсмотрчиком бить? Я думаю, я всё-таки подожду казни. И пока бить мастером брони здесь не буду. Всё-таки лучше подождать казни на следующий ход. Заказнить изрегателя слизи. Три в лицо. Единица тоже в лицо. 24 хп. Не нашёл ли он комбо? БГХ. БГХ мне тут пока не нужен. Хотя... Там есть, мне кажется, рагна в этой колоде. Хотя... Давайте лучше выставим. Не, лучше выставим. Просто это хороший... Хороший третий дроп. Мы сможем спокойно разменяться на изрегателя слизи, если, конечно, сейчас нашего БГХ не заремовят. А это... Хранитель чащ. Здрасте. И снова три в лицо. 22 хп. Чё же мне делать? Изрегатель слизи на первом ходу это просто имба. Сильвана, Ветрокрылая. Опять с такой армор. Просто нечем здесь ходить. Два армора. На следующий ход бомбометатель. Может ударить возрегателя слизи. Мы, наконец-то, его убьём. Буйный рост. Наверное, надо было бы ГХ здесь оставить, чтобы... Хранитель чаще сейчас не вышел. Ну, я же не знал, что у него будет эта карта в руке. Всё в лицо. Нам главное дотерпеть... Дотерпеть до хардлейта. В любом случае, сейчас выходит бомбометатель. Он в любом случае хорошо здесь разменяется. И второй тоже приходит. Я бы больше хотел, чтобы сейчас возрегатель упал. И тогда мы доразмениваемся. Стакаемся армор. 18... 16 хп. Сейчас комбы с брёвнами и рёвом быть не может. Потому что два озарения уже потрачено. Но ещё и комбу надо найти здесь оппоненту. И что здесь будет друид предпринимать? Лавис против меня играет. Десятый ранг. Ну, давай, показывай. Показывай, что ты можешь, собственно, друид. Шесть маны на следующий ход. В принципе, это может быть... Ай, свайп. Это может быть либо Сильвана, либо ещё один бомбометатель. Стоит заметить, что Сильвану сейчас выставить в принципе можно. В принципе можно, но скорее всего друид как-нибудь подразменяется. Не в мою пользу. А бомбометатель будет... Кстати, мне кажется. Конечно, хотелось бы, чтобы бомбометатель убил бы сейчас хранителя чаще. Давайте бомбометателя. 24. Шикарно. Мощный удар щитом не использует. Просто тупо у меня армора нету. Так бы я... Не знаю, слизь бы убирать, не убирать через мощный удар щитом. Я думаю, её для комбо с существом, который 5 армора даёт, оставлю. И единица в лицо. Скорее всего сейчас... Нашёл уже комбо. Друид. И скорее всего будет летал. Если я сейчас ничего... Супер модного не найду. Так, и что делать? Брать оружие, ремовывать. Либо я 5 урона по лицу просто пропущу. Либо поставить просто Сильвану. Которая просто разменяется на древо мудрости. И если нет комбо, то я скорее всего выиграю. Либо мы можем взять оружие... А, давайте вот так сделаем. Берём оружие, убираем слизни, стакаем армор. И убираем вот эту гадость отсюда. Тогда в любом случае, если у оппонента есть комбо с деревьями, то я не умираю. Потому что деревья вместе с рёвом наносят 14 урона. У меня 2 хп останется в этом случае. Латхип. А латхип не айс. И пилотируемый крошер. 5-9 урона есть. Харрисон Джонс, который мне здесь не в помощь просто. Можем Гарамаша выставить. Если нет комбо, то скорее всего всё будет хорошо. В любом случае, если нет комбо, мне здесь... Мне здесь будет хорошо себя ощущаться. Сильвана здесь... Если есть комбо, я проиграю. Если я поставлю Сильвану. Бить в любом случае по крошеру нет смысла. Либо, если бить, то выставлять адского крика на поле боя. Размениваться с тем, что выйдет на стол. 10 хп останется. Что же теперь? Либо мы можем Гарамашка выставить, разменяться. Ладно, давайте всё равно Гарамаш здесь надо делать, иначе я просто солью. Разменяемся так. И ящер, ну, чуть-чуть поменьше я урона получу. Сделаем так и заставим... Заставим... Заставим друиды размениваться на Гарамаша. Так хотя бы мы сможем немного прожить. Но если там есть комбо, то я в любом случае здесь слил. И будем выставлять уже оценки этой колоде. Нет. Есть комбо, конечно же. Тут уже можно просто... Да, сдаваться. Конечно же, всё друид подготовил, чтобы сделать эту комбо. Он всё сделал заслуженно. Заслуженная победа. Не получилось у меня законтрить друида. Но, как написано было, что друид это самый худший матчап для этой колоды. Итак, общая оценка пока что троечка. Хотя, контроль воину. Как можно контроль воину тройку поставить? Это же очень, очень эффективная колода. Все её используют. Но пока что мне не нравится. Я думаю, что всё изменится. Четыре уровень везения нужен. Соответственно, хотелось бы поменьше. И уровень фана пока что троечка. Я никакого удовольствия не получил. Кроме как от особой доставки сыграть было прикольно. Мне тут что-то написали. Мне прямо интересно, что здесь написали. В игре засёк хакера. При выходе на поле я и его герой взорвались. Ух ты. И отобразилось, что он выиграл. Когда так происходит, отвечу на этот вопрос. Это значит, что скорее всего у вас было потеряно соединение с интернетом. И просто оппонент выиграл игру от вашего потери соединения. Такое часто происходит, когда вы играете через андроид. Там очень много багов пока что. И я прям жду, когда будут хотфиксы всех багов, которые на андроиде есть. Я думаю, Близзарды все знают про эти баги, поэтому... Ах ты. Против меня Паладин играет. Я всё это скину, потому что мне нужно сейчас найти оружие, либо... Бомбометатель опять. Потасовка. Очень тяжело. Лучше бы я оставил того бомбометателя. О, Мастер Брони. Мастер Брони это шикарно против Паладина. Тем более, что оружие он 4-2 может взять только на четвёртый ход. А Мастер Брони здесь постоит, постоит подольше и выходит... Защитный мини-бот, который спокойно... Спокойно снимем с защитного мини-бота Дивайн Шилл через Мастера Брони. И надо найти здесь ещё... Оружие. 3-2 хотя бы сейчас. Ещё один защитный мини-бот. Надо чем-то убирать вот этого защитного мини-бота. Который там долго стоял, а у меня, собственно, и нечем это сделать. Так, не мармор. Бить я не хочу, нет смысла в этом. Если я сейчас ударю в защитного мини-бота, то... Скорее всего, он не будет снимать второй Дивайн Шилл, а просто... Просто пойдёт разменом этим же мини-ботом. А так, в этом случае, он снимет 2 Дивайн Шилла, и это будет хорошо. Зубцевик. Плохо. Ещё один Дивайн Шилл и 4 маны у меня есть. Служитель Боли. В принципе, мне сейчас карта принесёт. Я надеюсь на это. Так, мне надо снять Дивайн Шилл. Сейчас самый невыгодный вариант для меня, если он пойдёт через вот этого левого мини-бота. И башкой добьёт Служителя Боли. Я бы хотел, конечно, бомбометатель на следующий ход выставить. А всё в лицо. Всё в лицо, это хорошо. Значит, я снимаю Дивайн Шилл. Вот так вот. Опа. Дивайн Шилл снимаем, естественно, отсюда. Варианты 2. Собственно, развитие событий. Либо мы берём огненную секиру, размениваемся и ставим на поле боя мастера брони, который в следующий ход помирает тупо от пилотируемого крошера, либо выставляем бомбометателя. Я думаю, всё-таки бомбометатель здесь будет лучше. Который уберёт одну из вот этих карт. Провокацию неплохо. Теперь, теперь паладину либо надо размениваться защитным мини-ботом и головой, либо пилотируемый крошер, который помрёт в следующем ходу. Поэтому меня эти варианты устраивают. Да ладно. Зелямс. Здрасте. Здравствуйте, Зелямс. Вот это вот карта, которую я не ожидал увидеть в этой колоде. Вот что значит использовать что-то новое. Здесь я, скорее всего, поставлю защитницу. Сам по себе хорошее существо. 5-5 плюс дал 5 армора. Если что, можно было, в принципе, блок щитом и мощный удар щитом на Зелямсе сделать. И здесь, скорее всего, надо делать уже потасовку. Потому что слишком много существ на столе. Иначе я просто сольюсь. 5 в лицо. И нет больше армора. 16 хп. Это жесть. Всё-таки я буду делать потасовку. Хотелось бы, чтобы 1-1 существо здесь осталось. А нет. 4-3 и мурлок. Мурлок 2-1. Чём можем сделать? Мы можем взять оружие и убрать отсюда что-нибудь страшное. Я думаю, всё-таки стоит убрать мурлока отсюда. Пока что. На следующий ход уберём крошера. Блин, это ещё я получу 4 урона. Конечно, не хотелось бы. Но так я бы получил побольше урона от того, чтобы выставил оппонент. Может быть, я что-то неправильно делаю. Издрогатель слизи. Его мы уберём. Слишком много гадости опять же на столе. И чё ж делать? Чё, одна защитница. Защитница, это хорошо. Давайте через защитницу. И мощный удар щитом. Ударим вот сюда. Вот уберём эту провокацию отсюда. И с башки уберём слизь. С башки уберём слизь. Примерно вот так вот. Вот так вот это выглядит. Летал. Летал. Есть ли там оппонента? 8 маны есть. Какая-то новая колода. На пилотируемых крошерах такую я не видел. Сам такую составлял, правда, когда вышел. Вышли гоблины и гномы. И ящик аргуса. Ящик аргуса. И размен выходит. Ползун. Ползун это хорошо для паладина. Но не для меня. Призыв в бой. А больше потасовок у меня нету. Больше потасовок у меня нету. И скорее всего будет летал на следующий ход от паладина. 11 хп у меня осталось. А сколько урона у нас здесь имеется? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 урона. Если будет баф, то скорее всего оппонент победил. Конечно же хотелось бы взять... Взять бы себе оружие сейчас. Ну, если бы я смог сделать предсмертный хрип на него. Можно поискать через блок щитом что-нибудь полезное? Казнь. Не очень-то и полезно получилось. Ну, давайте укус смерти. На всякий случай, если у оппонента нету... Нету интенданта, чтобы бафнуть паладинов-рекрутов. Но если у него есть эта карта, то скорее всего я слил. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 урона? А нет, 13 урона еще не слил. Можно поставить 2 интенданта. Но там 10 маны надо. У паладина просто это не получится. Ладхип. И все в лицо. Ну, походу, надо казнь использовать, чтобы не получить по голове. И набрать еще при этом армор. Казнь это хорошо, но казнь будет стоить 6 маны. Итого, бьем суда. Вихрь. Казнь суда за 6 маны. Я думаю, надо кинуть сало, да разменяться. И стакнуть армор. Вот как-то мы пережили натиск паладина. Ну, можно еще сейчас ожидать комбо с интенданта. Мы призывем этих солдатов еще раз. На поле боя. У меня 3 карты осталось. Каждый раз надо стакать армор. Без этого я просто тупо проиграю. Изрыгатель слизи. У меня есть казнь еще одна. Походу, придется тратить казнь здесь еще одну. Либо добить крошером. Надо нам это. Добивать крошером. Точнее, адским криком. Каким крошером? О чем я говорю вообще? Мощный удар щита. Мощный удар щита. Это хорошо? Я думаю, да. На 5 сюда. Гороша. Гороша убиваем провокацию. И стакаем себе армор с помощью нашего мастера брони. Пофиг, если у меня помрет граммаш. Горош. Граммаш. 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 Граммаш, адский крик. Фордринг. Фордринг это круто. Это круто. Только надо чем-то мне его сбрить. Сало надо было, наверное, фордринга оставить здесь. 6, 7, 8. 8 маны. Рагна. Рагна приходит. Рагна это хорошо. Очистите себя. Ладно, давайте так сделаем. Снимем дивайн шилд. В любом случае, потому что иначе он сам снимет об меня. Ай, почему туда? Почему туда? Плохо. Самый плохой выстрел из всех, что мог бы быть здесь. Лучше бы, естественно, фордринга выстрелил Рагна. Но Рагна посчитал, что так будет лучше. Беги им, Хантер. А, нет. Миротворец. Ну, на миротворца-то пофиг. А, освещение. Оу. А вот так вот не пофиг уже. Ну, можно казнь потратить на фордринга здесь. Теперь. Теперь уж ты чё. Сколько урона будет? 5. 5 плюс 3. 6, 7, 8. 9, 10, 11. 12 урона. И немножко не хватает мне. Ладно, казнь. И Алик сразу в лицо. Так хотя бы мы можем как-то спастись. По одной карте я дровую. Где же мой весь дровкарт? Хотя, если сейчас будет баф, то, скорее всего, это будет летал. И интендант. Защитник королей. Защитник королей это здорово. Скорее всего, сейчас всё пойдёт в лицо, чтобы на следующий ход меня добить. На следующий ход у него сколько урона будет? Прям дофигарика. Прям очень много. 5. И что он сейчас ударит в лицо? 7. 7 хп. И прям ничего меня не спасает. Надсмотрчик. Надсмотрчик это хорошо, но... Здесь в любом случае вот так надо делать. Мне не хватает здесь, чтобы добрать карт. Скорее всего, это слив будет. Ну, в любом случае это слив будет. Там слишком много урона. Хорошо бы было, если бы Харрисон Джонс пришёл. Харрисон Джонс мне бы затащил сейчас игру. Но сейчас это 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 урона, у меня всего 9 хп, так что я сдаюсь. Общая оценка остаётся 3. Так было, так пусть и будет. Уровень везения 4. 4, хорошо. Уровень фана снижается до 2. Не получается у меня побеждать этой колодой. Прям так сразу, сходу. Не распробовал я её изначально, но в том-то и соль. Тесты топовых колод, чтобы прям брать колоду и пытаться ей как-то играть, как-то выигрывать. Как это делаете, наверное, и вы. Найдя какой-то гайд, пытаетесь создать эту колоду и как-то сразу поиграть. Я тоже перед этим прочитал небольшой гайдец, который вы можете найти на сайте Monocost. И, соответственно, ну, подсылка в описании, естественно, есть эта ссылка на этот гайд. И, соответственно, как-то попытаться сами сыграть этой колодой, как написано там в этом гайде. Горош, адский крик против Малфуриона. Почему так много Малфурионов здесь? Злой надсмотрщик в гайде написано остаётся всегда. Окей, оставляем всё, остальное скидываем, потому что, ну, 6 дроп, его как минимум надо до 6 хода дожить. И приходят защитница и Харрисон Джонс. Соответственно, мне кажется, уровень везения сейчас резко подскочит до 5 баллов. Ну, потому что в стартовую руку. Почему-то, когда у оппонента я играю против Гороша, у него всегда есть оружие и вот этот вот надсмотрщик. Ну, вот эта комбо шикарно. Бафнуть мастера брони и на что-нибудь разменяться у Малфуриона, я думаю, будет в самый раз. Тем более, Харрисону Джонсу можно просто отдать. Просто отдать на размен. Потому что у... У Малфуриона тупо нет оружия. Хотя, если он взял Блескотрон, то у него будет оружие, но вряд ли он это сделал. Сейчас только, наверное, присты берут Блескотрона. Мне что-то так кажется. И удар в лицо. Бафать или не бафать надсмотрщиком мастера брони. Я думаю, бафать. Тем самым мы выставим хотя бы больше существ на стол. Попытаемся зарашить оппонента в этом случае. Все карты у меня это позволяет. Мне, тем более, на следующий ход нечего выставлять. Поэтому лучше сейчас было выставить на поле боя хотя бы что-то. Надсмотрщик на мастера брони. Хорошая тема, хотя... А, понятно, он идет на перебор. На перебор карт. И берем, естественно, укус смерти. Размениваемся. Скажем, наверное, спасибо. Спасибо Малфуриону за эту замечательную карту. 23 хп осталось. Но я знаю, что в этой колоде у друида есть... Есть куча отхила. Куча прям при куче. Поэтому Алекстраза мне, скорее всего, в этом случае поможет. Размах. Один армор. Второй я армор не получу, поскольку... А, нет, получу. Тастер брони дает второй армор. Так что это хорошо. Бить, естественно, оружием нет никакого смысла. Просто поставим Харрисона Джонса и ударим на два в лицо. Попытаемся это дело все зарашить. На следующий ход защитница. Естественно, не буду оставить Сильвану. Потому что, ну, там есть убийство. Убийство существа. Поэтому, скорее всего, он на Сильвану использует. Вот, зараза. Кто берет слизь в колоду? Расскажите мне. Естественно, он сам разменяется на Харрисона Джонса. Иначе быть не может. Но было бы хорошо, если мне сейчас оружие пришло. А так мы ставим защитницу и пять в лицо. Сделаем так. 17 хп осталось. 10 урона у меня на столе есть. Рагна на следующий ход нет. Сильвану нет. Блок щитом, скорее всего, надо будет использовать. Надо выманить все ремувалы из этой колоды друида. Естественно, размены. У меня спокойно 5-5 существо на столе остается. Древний исцеллятор. Ладно, неплохо. Мощный удар щитом. И не помню, есть ли какие-то злые существа в этой колоде. Ладно, давайте пока подробуем карты. Аликстраза. Аликстраза, это хорошо. Но при этом нам надо выставить как можно больше существ на стол. Рагну сейчас прям выставить. В принципе, можно. Привет, мини-злоба. Привет. И хранитель чаще. Тоже как вариант, можно, в принципе, поставить Рагну на стол. Чтобы он... Ну, конечно, хотелось бы, чтобы Рагну убил 2-4 существо отсюда. Либо мастер брони нет. Мастер брони нет. Давайте выставлять Рагну. Рагну, выстреливай в хранителя чаще. Вот сюда вот. Красавчик. На следующий ход Аликстразу в лицо... Нет, не выгодно. Потому что я знаю, что есть еще в этой колоде отхил у Малфуриона. По 17 карт у нас осталось. И... А, ядовитые семена прям на одно существо. Ну, ладно. И хранитель чаще еще один. Номер 2. Аликстразу в лицо, ну... Я не знаю, по-моему, нет смысла делать. Хотя... Это 8-8 существо на столе. Ладно, давайте Аликстразу в лицо. 15 хп осталось. Казнь, казнь в этой колоде, мне кажется, нам не поможет. Ну, против... Против этого друида. И Биггейм Хантер. На Биггейм Хантера берем Секиру. Уничтожаем опытного охотника. И целебное исцеление еще одно. Надо, конечно, все исцелялочки у Малфариона забирать. А Сильвана... Сильвана может пойти как простой ремовл. А вот и Громаш. Не, Громаш будет в руке долго еще сидеть. Давайте разменяемся. И поставим, наверное, Сильвану сюда. Сильвану и Мастера Брони. Хотя, Мастер Брони или Армор. Или стакнуть Армор. У меня же было 12 Армора. Куда он делся? Так. Так. Мастер Брони или... Стак Армора. Лучше, наверное, Мастер Брони. Надо вытаскивать ремовлы из... Из руки Малфариона. Он может сейчас уничтожить мою Сильвану, но при этом я заберу себе 2-4 существо. Скорее всего, он просто... Есть чем у него убрать Сильвана Витокрилла. Я просто Армор наберу с этого. Тоже хорошо. Чем мне пробить этого Малфариона? Против Друида это самый плохой матчап, было сказано. И в этом я убедился. Вайширский Оракул. Доктор Бум. Доктор Бум это хорошо. И... Хмелевар. В любом случае, мне надо существо сейчас выставлять. Скорее всего, он сейчас сделает еще один добор. А нет. Опять я был неправ. Как же я неправ. Я думаю, Доктора Бума надо выставлять сейчас на стол. В любом случае, мне надо как можно больше существ сейчас поставить. Здесь головы уберем. Доктора Бума. Два Армора. Все в лицо. Хотя можно было надсмотрчиком стакнуть. Не, надсмотрчик я ставлю на Громаша. Мне 12 урона понадобится, чтобы добить Малфариона здесь. Сейчас может быть масс ремовал, конечно же. Надеюсь, второго Биггим Хантера в этой колоде тупо нету. И что же делает Малфарион? Что же ему делать? Мне прям интересно. Невероятное развитие событий. Ядовитые семена, или как они называются, когда все в бревна превращаются. Но в этом случае от двух до восьми урона прилетит в лицо Малфариону. Свайп. Свайп. Я получу три Армора. И при этом от двух до восьми урона полетит в лицо Друиду. Еще куча Армора получил. Четыре и... Четыре. Шикарно. Да что ж ты? Гнев. Гнев-то плохо. Летал будет на следующий ход? Или Али нет? Монетка. Звездопад потратил на одно существо. Так, 12 урона у меня есть. Скорее всего надо брать оружие и бить по лицу. Биггем Хантер мне здесь не понадобится. Мы его просто выставим как поддержание штанов на поле боя. Так что пока так. 12 урона есть. Плюс 4-16 урона у меня есть на следующий ход. У меня есть куча казней, которые пойдут на размен. Если он сейчас не сделает отхил. А если сделает отхил? Да, сделает отхил. Тогда я повременю еще выпускать. О, это хорошо. Делаем добор карты, естественно. Мне он нужен. Сейчас надо что-нибудь поставить на поле боя. Еще один служитель боли, это хорошо. Выставляем и стак и мармор. На следующий ход 4-5-6 урона. 6 плюс 12. 18 урона не добиваю. Не добиваю. Но больше, по-моему, исцелений в этой колоде не должно быть у Малфуриона. 5 карт у меня есть. Ну, максимум он мне может дать 6 карт. Вроде бы. Яростный пиромант. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это плохо. Дает мне карты. Специально. Ну, понимает, потому что колоды у него на перегрузку, естественно. Поэтому ему надо давать мне карты и уничтожать как-то Биггем Хантера. 7 карт у меня осталось. Там 8 карт. Озарение. Еще 2 карты дает. Еще плюс 1 с головы. Бомбометатель. 3, 6, 9, 10. Карта. А, одну карту все-таки у меня выжег. Одну карту все-таки выжег. Я не знал, что у него есть такая жесть-то. Мощный удар щитом? Пофиг. Пофиг на мощный удар. Берем защитницу. Берем секиру. И все в лицо отправляем. Стакаем еще армор. Потому что это будет моим здоровьем, когда у меня кончатся карты. Сейчас, скорее всего, будет оракул. Чтобы я добрал 2 карты. Звездный огонь. Ну, тоже хочет, чтобы поскорее закончились карты у него. 12 плюс 3. Да. Вальширский оракул, как я и говорил. Потасовка. Блок с щитом. Потасовка мне здесь не поможет. И одна карта осталась. Минус бомбометатель. Бомбометатель отправляем туда. Особая доставка. Блин, армор. Армор мне здесь не нужен. Больше карт здесь не получу. Стакаем. Просто армор. Три карты осталось у друида. Есть ли там еще отхил? Вот вопрос. Есть ли еще отхил в этой колоде? Потому что у меня здесь есть 12. Какой вальширский оракул? 12. Сейчас у меня есть 12 плюс 3. 15, 16, 17, 18 урона у меня есть. 18 урона и близость к природе. Три, четыре урона. Фига, много урона. Так что от блока щитом я получаю только негативные... Негативные темы. Свежий воздух. Сколько? А, по одной. Пять мне в лицо. Пять, шесть от следующей перегрузки мне в лицо будет. 7, 8, 9, 10, 11 урона. У него на следующий ход будет тупо от нефиг делать. 12. Нафига я потом получу? Шесть. 7 на следующий ход. Летал через граммаша и надсмотрчика нету, потому что это 12 урона. Давайте возьмем кровавый вой и ударим на 7 в лицо. Стакнем армор, но это единственный шанс, мне его как-то залетали. 12 урона-то я найду на следующий ход. Единственный шанс сделать так. И не выставить ни одно существо, потому что я знаю, там у него есть еще одно уничтожение. На близость к природе на свое же можно сделать, да ладно. Итого 7, 8, плюс 9 на следующий ход я просто пропускаю. И древний инсталлятор, но тут просто нечего сделать было. Я слил тупо от перегрузки. Ну вот так, вот так тоже бывает. Не получается, я не играю воинам, потому что у меня тупо не получается им играть. Не знаю почему, давно-давно я играл воинам, конечно, но сейчас почему-то это стало почему-то не моим. Не знаю почему, мне больше нравятся другие классы. Поэтому, ну, еще раз пройдемся, пройдемся этой колодой. В любом случае, фановость этой колоды повышается до 4 баллов. Мне понравилось ей играть. Уровень везения также 4, общая оценка 3 пока что фиксируется. Но я думаю, все-таки в последнюю игру я сыграю этой колодой. Тем более, что больше времени не могу занимать на видео. Рагна. Рагна уходит лесом. Прист против Приста. Мастера брони оставим. Очень много стало колод, которые контрят... Вот это просто имба старт. Очень много стало колод, которые контрят воина. Прист, в любом случае, Прист всегда контрил воина. Всегда мне было приятно играть против воина, когда я играл за Приста. И... Могильщик. Уберем оружие. Надо могильщика этого убирать отсюда. В любом случае. Так что, вот это вот самое... Приятно быть с другой стороны вот этого неприятного момента, когда на второй ход у Громаша есть... У Гороша есть оружие 3-2. На второй дроп. Это просто имба-карт, особенно если она вам пришла в самом старте. Клирик Североземья. Скорее всего, его... Его надо убрать, чтобы... Андуин не добрал карт здесь. Его убираем. И поставим на поле боя. Мастера брони. Если что, бафнем, бафнем мастера брони и разменяемся на вкусного зомби. Отхилим себе 5 хп. 2 в лицо. 2 в лицо, это хорошо. Ууу, куст смерти. Куст смерти, это хорошо. Нет, баф. Баф и размен. Тем более, что при этом мастер брони не помрет. И в любом случае у меня будет на следующий ход чем разменяться с темным сектантом. Например, укусом смерти. Казнь, естественно, пока я попридержу. Против раненого рубака. Надеюсь, отхила не будет. Не будет отхила, но, естественно, казнь. Естественно. Естественно, казнь. Этот прист у меня может украсть оружие, поэтому Харрисон Джонс мне поможет еще здесь. А здесь делаем размен оружием. 2 в лицо. На следующий ход у меня есть защитница. Шестой дроп. 5 армора. Плюс, возможно, я разменяюсь оружием. Уборочный голем. 2 отхила в лицо. Сначала надо бить. Сначала бьем. Не помирает при этом уборочный голем. Когда я играю, у меня всегда помирают. И големы, и ползуны. Все у меня погибает. Когда ты играешь, ничего не погибает. Ну, видимо, это все произошло из-за того, что я взял оружие раньше, чем Андуин поставил уборочного голема. И 6 маны. А у Кенайка. 2 вот сюда. Я думаю, я буду с помощью мощного удара ее убирать. Ибо нефиг. Ставим мастера брони. Армор. 5 в лицо. Я считаю, что в этой колоде у Преста есть Доктор Бум. Поэтому мне опытный охотник здесь поможет. Харрисона Джонса я все-таки попридержу. Наверное... А, я забыл, что есть такая тема. Укус смерти. Укус смерти-то хорошо. Но мне кажется, что... Темная жрица сама разменяется на защитницу. Но я все равно возьму оружие и ударю. 4 в лицо на всякий случай, если сейчас... Андуин найдет какой-нибудь способ... Самому разменяться со защитницей. И 9 армора у меня. 22 хп. Преста. Пилотируем и крошер. Крошер. Еще один уборочный голем. Зря он 4 в лицо, конечно, ударил. Это, конечно, зря. Я считаю, что надо разменяться сюда. Монаштор. Дарили. Ну и давайте так. Аликстразу, Аликстразу сейчас... Я думаю, стоит. Я думаю, стоит. Нам нужно существенно стол выставить. Побольше. Тем более, это будут размены. И, слово тьмы, смерть выманили. 4, 5, 6. Конечно, с Монаштормом опять оппоненту повезло. И что же мы ждем? Что мы ждем? Что вытащится? Особая доставка? Особая доставка, пожалуйста, в Монашторма. Шикарно. Давайте все-таки Харрисона Джонса отдадим. Я больше его держать в руке просто не могу. Просто тупо физически не могу. Иначе я просто проиграю. И... Темное безумие. Ну вот, видите. Хотя можно было просто оставить... Ау. Ауч. Не надо было его выставлять, я погорячился. И 21 хп у меня есть. Доктор Бум, шикарно. Мой Доктор Бум пришел. И Майн Контроль сейчас будет, и я проиграл. Если будет Майн Контроль, я слил. Майн Контроль на Доктор Бума, и это слив. 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14 урона будет. Темная Жрица не так уж и страшно. Три туда, четыре сюда. Надо, наверное, все-таки убрать отсюда Укинайку. И надо еще искать хорошие карты. Сильвана. Сильвана, это шикарно. Сильвану мы поставим. И уберем. И уберем. Мы, кстати, Бием Хантера можем на Доктора Бума сделать, но смысла в этом особого нет. Если я сейчас убираю Укинайку, то здесь размен будет такой. Не, мне... Мне больше нравится Укинайку убрать. Какая разница, самый выгодный ход. В любом случае, опытный охотник у меня будет протирать штаны до тех пор, пока Андуин не вытащит какую-нибудь... Какого-нибудь Рагну, не знаю, может быть, здесь поставит будет. Тогда переломный момент. Израгатель Слизи. И Кольца Света. Воу. Шо? Что? Что, собственно, было? Чё-то я не понял. Нет, тут лучше вот так разменяться. Давайте заберем. 4-4 отсюда. Ну, либо 2-3, тоже неплохо. И будем стакать армор. Тем более, что мой Доктор Бум еще на одно существо здесь сможет подразменяться. И даже майн-контроля сейчас мы не боимся. Хотя, если он заимкашит защитницу, то для него это будет прикольно. Здесь, естественно, размен на Бума. И отхил. Надо, наверное, Рагну искать. О, какая-то золотая карта пришла. И это блок щитом. Вот теперь меня Прис никак не убьет. А вот и Рагна. А вот и здрасте. Здрасте. 5, 6, 7. Если сейчас ничего не выставляет, или выставляет одно существо, то, скорее всего, будет на следующий ход летал. А, хотя еще есть отхил. Итого, 5, 6, 7, 9 хп. Да, мне это не помогает. Ну, здесь мы сделаем размен. Я маленький, но бью больно. Рагну ставить или нет? Пока не будем ставить. Хотя, хотя. Ну, просто у него может быть майн-контроль. Нет, давайте поставим. Это минус 8 хп все-таки. Лицо Андуина. И останется у него 8 хп. Если майн-контроль, у нас есть БГХ. Надеюсь, что... Да, майн-контроль. И в лицо, Рагна, бей в лицо. Бей в лицо. И тут ничего не остается, кроме как сдаться. Тем более, там еще пришел мне блок щитом. Я бы, конечно, еще посмотрел, что там за карта. Но все-таки хотя бы одну победу я смог сделать этой колодой. Слава тебе, Господи. О, хоть квест делаю. Но ничего, я этой колодой еще поиграю. Думаю, у меня получится делать больше побед этой колоды. Все-таки я оценку общую поставлю 4. Все-таки можно играть с этой колодой, как любой колодой воина. Если вам нравится воин, делайте такую колоду. Я думаю, вам обязательно понравится. Я сейчас напоследок еще вам включу эту колоду. И буду выставлять итоговые оценки. 4 итоговые оценки будет для этой колоды. И уровень везения все-таки нужен большой. Хотя я сейчас топ-декал. В принципе, топ-декал. И можно, наверное, троечку поставить по уровню везения этой колоди. Да, можно. Уровень фана. Ну, не сказал бы мне, что так было весело. Хотя побеждать пристав было прикольно. Но в остальном самое веселье этой колоди дает исключительно бомбометатель. Ну, это не исключено, поскольку эта карта была добавлена в гоблинах и гномах. И была рассчитана тупо на фан. А другие карты, как были, так и остаются им бой. Так что, я думаю, эту колоду более приукрасили, чем понизили. Поэтому вот такие итоговые оценки. Общая оценка. Хоть я и проиграл. Сколько? 3 раза из 4. Все равно четверка этой колоде дает. Поскольку она тупо эффективная. Но, видимо, у меня где-то там не получается играть с этой колодой. Уровень везения я оставлю довольно-таки высокий. Троечка нужна для уровня везения. Для везения. Хотя, если правильно мулиганить вначале, то и того меньше вам понадобится. Ну и уровень фана... Ладно, четверку-то поставлю. Ладно. У меня были и хуже колоды, не интересней, которые имели пятерку. Ладно, я думаю, вот с такими статами закончится вот этот вот воин-контроль. Колода, тест топовых колод эпизод 5 подходит к концу. Ставьте ваши пальцы вверх, если вам нравится эта рубрика. Если видео набирает... Ну, точнее, каждый сотый лайк набора видео приближает выход эпизода на один день. Так что вы можете повлиять на выход других эпизодов тестовых колод. А с вами был Грув. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Увидимся в новых видео. И, ну, тест топовых колод. И других видео и стримах. Спасибо большое, что смотрели. Пока-пока, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok